Марсель Эммэ Из дневника Жюля Флегмона 10 февраля По городу пронесся нелепый слух о новых ограничениях. Чтобы покончить с нехваткой продовольствия и обеспечить им деятельную полезную часть населения, якобы решено предать смерти неприносящих пользы едоков-рантье, пенсионеров, стариков, безработных и прочих тунеядцев. Пожалуй, я готов признать эти меры справедливыми. Только что встретил соседа господина Рокантона. Этот пылкий семидесятилетний старец год назад женился на женщине двадцати четырех лет. «При чём тут возраст?» — воскликнул он, задыхаясь от негодования. «Раз моя куколка довольна мною!» В самых возвышенных выражениях посоветовал ему достойно и безропотно принести себя в жертву обществу. 12 февраля «Нет дыма без огня. Сегодня завтракал с Малефруа, муниципальным советником департамента Сены. Мы старые друзья. Развязал ему язык бутылкой арбуа и ловко выпытал все подробности. Как я и думал, никто не собирается умерщвлять бесполезных. Им просто урежут жизнь. Малефруа объяснил мне, что они будут получать талоны на жизнь в зависимости от своей полезности. Оказывается, карточки уже напечатаны. Я нашёл эту мысль столь же удачной, сколь и поэтичной. Помнится, мне даже удалось высказать несколько весьма изящных соображений в этой связи. Вероятно, под влиянием винных паров Малефруа растрогался и смотрел на меня добрыми глазами, увлажнёнными дружеским сочувствием. 13 февраля Вопиющее беззаконие. Низость. Гнусные убийцы. Декрет появился в газетах, и что же? Среди потребителей, содержание которых не компенсируется производимыми ими ценностями, фигурируют художники и писатели. В крайнем случае, я одобрил бы эту меру применительно скульпторам, музыкантам, живописцам. Но писатели! Это абсурд, безумие. Величайший позор нашего времени. Ведь полезность писателей не подлежит сомнению, в особенности моя. Могу сказать это без ложной скромности. Тем не менее, получаю право всего на 15 дней жизни в месяц. 16 февраля Декрет вступает в силу с 1 марта. Списки будут опубликованы 18-го. Все, кого социальное положение обрекает на жизнь по талонам, ринулись искать работу, чтобы перейти в категорию полноправных. Однако правительство проявило дьявольскую предусмотрительность, запретив любые изменения в Штатах до 25 февраля. Я решил позвонить своему другу Малифруа, чтобы он за оставшиеся дни раздобыл мне местечко привратника или сторожа в музее. Я опоздал. Малифруа только что отдал последнее место рассыльного. Какого черта вы так долго тянули со своей просьбой? Разве мог я допустить, что это коснется меня? Когда мы с вами завтракали, вы ничего не сказали? — Напротив. Я как нельзя более ясно дал вам понять, что эти меры относятся ко всему бесполезному населению. 17 февраля Должно быть, моя консьержка уже рассматривает меня как полумёртвого, как привидение, выходца с того света. Во всяком случае, она не сочла нужным принести мне утреннюю почту. Проходя мимо, я как следует отчитал её. — Вот, — сказал я, — чтобы набить брюхо лодырям вроде вас, цвет человечества вынужден принести в жертву свою жизнь. А ведь так оно и есть. Чем больше думаю, тем больше убеждаюсь в несправедливости и нелепости декрета. Только что встретил Рокантона с молодой женой. Бедный старик достоин сожаления. Он получает всего-навсего шесть дней жизни в месяц. Но ещё хуже, что молодость госпожи Рокантон даёт ей право на пятнадцать дней. Этот разнобой приводит почтенного супруга в отчаяние. Малютка относится к своей участи философски. В течение дня видел людей, которых декрета не коснулся. Мне глубоко противны их непонимания, их чёрная неблагодарность к обречённым. Несправедливое мероприятие кажется им вполне естественным. Похоже, оно даже забавляет их. Нет предела человеческой чёрствости и эгоизму. Восемнадцатое февраля. Простоял три часа в восемнадцатом округе мэрии. Получал талоны. Мы выстроились в шеренге. Две тысячи горемык, принесённые в жертву аппетиту деятельной части населения. И это только начало. Старики отнюдь не составляли большинства. Здесь были и молодые прелестные женщины, осунувшиеся от горя. Глаза их, казалось, молили «Я ещё не хочу умирать». Немало было и жриц любви. Декрет жёстко ущемил их интересы. Они получили только семь дней жизни в месяц. Одна из них, стоявшая передо мной, жаловалась, что обречена навсегда остаться публичной девкой. «Мужчина не может привязаться к женщине за семь дней», — утверждала она. «Я лично не убеждён в этом. Не без волнения и, признаюсь, не без тайного злорадства я обнаружил в очереди собратьев — писателей и художников с Монмарта. Тут были Селин, Жан-Поло, Доропье, Фошуа, Супо, Тентен, Де-Эспарбе и другие. Селин был настроен мрачно. Он сказал, что всё это — очередные происки евреев. Думаю, на этот раз он ошибся. Дурное настроение сбило его с толку. Ведь декрет предоставляет евреям безразличие пола, возраста и рода занятий всего полдня жизни в месяц. Толпа негодовала и шумела. Полицейские, приставленные блюсти порядок, обращались с нами презрительно, как с подонками рода человеческого. Когда, истомлённые длительным ожиданием, мы начинали бунтовать, полицейские усмиряли наше нетерпение пинками взад. Я проглотил оскорбление с молчаливым достоинством, но, смирив бригадира полиции взглядом, мысленно выкрикнул слова протеста. Ведь теперь порабощены мы. Наконец мне вручили карточку на жизнь. Голубые талоны, каждые на двадцать четыре часа жизни. Нежнейшей голубизны, цвета барвинка. Они так трогательны, что вызывают слёзы умиления. Двадцать четвёртое февраля. Неделю тому назад обратился в соответствующее ведомство с просьбой пересмотреть моё дело и учесть личные заслуги. Получил прибавку с сутки в месяц. Лучше, чем ничего. Пятое марта. Вот уже десять дней веду лихорадочное существование. Даже забросил дневник. Чтобы не упустить мгновение столь краткой жизни, почти отказался от сна. За последние четыре дня исписал бумаги больше, чем за три недели нормальной жизни. И, несмотря на это, слог мой сохраняет прежний блеск, мысли, прежнюю глубину. С былым неистовством предаюсь и наслаждением. Хотел бы обладать всеми красивыми женщинами, но это невозможно. Стараясь взять от жизни всё, а быть может просто со зла, плотно обедаю два раза в день по ценам чёрного рынка. В полдень съел три дюжины устриц, два яйца в смятку, четверть гуся, бифштекс, шпинат, салат, сыр, памплемус, шоколадное суфле и три мандарина. И хотя сознание печальной действительности не покидало меня, кофе доставило мне некоторое подобие счастья. Похоже, я делаю стойком. Выходя из ресторана, столкнулся с читой Рокантонов. Старый чудак сегодня доживает свой последний мартовский день. В полночь, израсходовав шестой талон, он погрузится в небытие на двадцать пять дней. Седьмое марта. Посетил юную госпожу Рокантон, в полночь ставшую соломенной вдовой. Она приняла меня очень мило, томность ей к лицу. Мы поболтали о том, о сём, кстати, и о её муже. Люсетта рассказала мне, как он погрузился в небытие. Оба лежали в постели. За минуту до полуночи Рокантон держал жену за руку и отдавал ей последнее распоряжение. Пробило двенадцать. И вдруг она обнаружила, что рука супруга исчезла. Рядом с молодой женщиной осталась только пустая пижама, а на подушке — вставная челюсть. Картина, нарисованная Люсеттой, чрезвычайно растрогала нас. Люсетта Рокантон уронила несколько слезинок. Я раскрыл ей объятия. Двенадцатое марта. Вчера вечером забрёл к академику Перюку выписать ягодного соку. Чтобы поддержать репутацию бессмертных, правительство предоставило этим развалинам право на жизнь без ограничения. Перюк был омерзителем в своём самодовольстве, лицемерии и злобе. Гостей собралось человек пятнадцать. Все мы были обречены и проживали последние мартовские талоны на жизнь. Перюка это не касалось. Он держал себя снисходительно, считая нас существами низшими, бесправными. Выражал соболезнования. С недобрым огоньком в глазах обещал блюсти наши интересы, пока мы будем отсутствовать. Был счастлив, да нельзя, что получил хоть в чём-то преимущество перед нами. Хотелось обозвать его старым чучелом, сморчком. Смолчал. Ведь рано или поздно я надеюсь занять его кресло. Тринадцатое марта. Завтракал у Дюмонов. Они, как всегда, ссорились. Дюмон воскликнул. Как бы раздобыть талоны на вторую половину месяца, чтобы никогда не встречаться с тобой. Это было сказано от души. Госпожа Дюмон зарыдала. Шестнадцатая марта. Сегодня ночью Люсетта Рокантон ушла в небытие. Она была вне себя от страха, и я решил провести с нею последние мгновения. Поднявшись в половине десятого к Рокантонам, застал Люсетту уже в постели. Чтобы избавить её от ужаса последних минут, перевёл на четверть часа назад стрелки её часов, лежавших на ночном столике. За пять минут до ухода в небытие Люсетта залилась слезами. Однако, считая, что она располагает ещё двадцатью минутами, стала усердно прихорашиваться. Этот порыв кокетства показался мне трогательным. Я не отрывал глаз от Люсетты, чтобы не пропустить момент её исчезновения. Она заливалась смехом в ответ на одну из моих острот, как вдруг смех оборвался, и она исчезла, словно по мановению волшебной палочки. Я коснулся постели, ещё хранившей тепло женского тела, и меня объяла тишина, сопутствующая смерти. Всё это очень тяжело повлияло на меня. Даже сейчас, утром, когда я пишу эти строки, я всё ещё не могу опомниться. С момента пробуждения не перестаю подсчитывать оставшиеся мне часы жизни. Сегодня в полночь придёт и мой черёд. Ночь. Без четверти двенадцать. Только что лёг. Принимаюсь за дневник. Хочу, чтобы временная смерть застала меня на боевом посту, с пером в руке. Полагаю, это говорит о некотором самообладании. Храбрость должна быть изящной и сдержанной. А кто поручится, что смерть, которая мне предстоит, действительно окажется временной? Что, если это просто смерть? Настоящая смерть. Не очень-то я верю в обещанное воскрешение. Скорее склоняюсь к тому, что это ловкий ход, попытка позолотить пилюлю. Допустим, пройдут две недели, и никто из обречённых не воскреснет. Кто заступится за них? Во всяком случае, не наследники. А если и заступятся? Ничего себе утешение. Внезапно пришло на ум, что обречённые воскреснут все. С копом. В первый день следующего месяца, а это первое апреля. Не дурной повод для шуточек. Меня охватывает панический ужас, и я... Первое апреля. Жив курилка! Значит, это не было первоапрельской шуткой. Впрочем, я не ощутил течения времени. Впрочем, очнувшись в своей постели, я всё ещё был во власти предсмертной тоски. Дневник лежал на подушке. Я решил дописать прерванную фразу, но в ручке не оказалось чернил. Обнаружил, что будильник показывает десять. И только тогда догадался, что всё уже позади. Мои ручные часы тоже остановились. Решил позвонить Малифруа, спросить его, какое сегодня число. Малифруа был явно недоволен, что я среди ночи поднял его с постели и не проявил особой радости по поводу моего воскрешения. Но мне необходимо было излить душу. «Вот видите, — сказал я, — различие между временем пространственным и временем пережитым не измышления философов. Я живой пример тому. Если хотите знать, абсолютного времени вообще не существует». «Допустим. Но сейчас уже половина первого. И мне кажется...» «Нет, послушайте, ведь это очень утешительно. Пятнадцать дней, которые я не жил, не утрачены. Я рассчитываю наверстать их в будущем». «В добрый час. И... доброй ночи». Отрезал Малифруа. На утро часов в девять я вышел из дому. Меня поразила резкая перемена во всем. Весна бурно вступила в свои права. Деревья зазеленели. Воздух стал легким, улицы приняли иной облик. Женщины тоже стали какими-то весенними. Мысль о том, что мир обходился без меня, вызывала и сейчас вызывает у меня какую-то досаду. Встретил несколько человек, тоже воскресших этой ночью. Обменялись впечатлениями. Матушка Бурдье вцепилась в меня и добрых полчаса повествовала о том, как, расставшись с бренной оболочкой на пятнадцать дней, сподобилось райского блаженства. Но самое забавное была, конечно, встреча с Бушардоном. Мы столкнулись на пороге его дома. Временная смерть сразила его во сне, в ночь на пятнадцатая марта. А этим утром он проснулся, глубоко уверенный, что избег своей участи. Он как раз шел на свадьбу, считая, что она назначена на сегодня. Между тем, ее сыграли уже две недели назад. Я не стал его разубеждать. Второе апреля. Зашел на чашку чаю к Рокантонам. Старикашка наверху блаженства. Не ощутив своего отсутствия, он полагает, что без него не могло произойти ничего особенного. Ему даже в голову не приходит, что за девять дней, прожитых в одиночестве, жена могла изменить ему. Рад за него. Люсетта не перестает смотреться на меня завущими томными глазами. Не выношу этих страстных призывов, когда муж рядом. Третье апреля. Не могу прийти в себя от бешенства. Пока я был мертв, Перюк, изловчившись, перенес открытие музея Мэри Мэ на восемнадцатое апреля. Старый Плут отлично знал, что на этом торжестве мне поручена важная речь, которая приоткроет для меня двери Академии. Увы, восемнадцатого апреля я буду витать в небытии. Седьмое апреля. Рокантон умер вторично. На сей раз он примирился с судьбою и даже любезно пригласил меня на обед. В полночь мы сидели в гостиной за бутылкой шампанского. Перед погружением в небытие Рокантон стоял у камина, вдруг его платье свалилось на ковер. Откровенно говоря, это выглядело довольно забавно. И все же приступ веселья, обуявший Лесетту, показался мне по меньшей мере неуместным. Двенадцатое апреля. Сегодня утром ко мне нежданно нагрянул странный посетитель. Это был застенчивый, болезненный человек лет сорока, рабочий, отец троих детей. Он хотел продать мне часть своих талонов на жизнь, чтобы как-нибудь прокормить семью. Жена его тоже хворает. Он ослабел от лишений, тяжелый труд ему не посилен, а заработка едва хватает на то, чтобы семья не умерла с голоду. Его предложение привело меня в замешательство. Я почувствовал себя людоедом из сказки, одним из тех мифологических чудовищ, которым приносили дань человечной. Неловко извинившись, я отказался от его талонов и дал ему немного денег. Но он, сознавая величие приносимой жертвы, не захотел принять их, не заплатив хотя бы днем своей жизни. Не сумел переубедить его и кончил тем, что взял у него один талон. Когда рабочий ушел, засунул талон в ящик, твердо решив не пользоваться им. Этот день жизни, отнятый у ближнего своего, все равно не доставил бы мне радости. 14 апреля В метро встретил Маляфроа. Он сообщил мне, что декрет уже дает положительные результаты. Состоятельные люди ограничены в своих возможностях, и черный рынок потерял основных потребителей. Вздутые цены заметно снизились. В высоких сферах утверждают, что с этой язвой вскоре будет покончено навсегда. — Население теперь уже снабжается лучше, — сказал Маляфроа. — Посмотрите, как расцвели парижане! Наблюдения Маляфроа вызвали у меня смешанное чувство удовольствия и горечи. — Столь же очевидно, — продолжал он, — что отсутствие бесполезных основательно разрядило атмосферу. Мы зажили легче и спокойнее. Только теперь отдаешь себе отчет, насколько безработные интеллигенты и шлюхи опасны для общества. Они сеют смуту, вызывают брожение умов, беспорядки и будут несбыточные мечты. Пятнадцатое апреля. Отклонил приглашение к артере, который позвал меня на огонь. Сейчас считается хорошим тоном собирать друзей перед скачком в небытие. Эту моду ввели любители эсфинга. Говорят, их сборища нередко превращаются в оргии. Возмутительно. Шестнадцатое апреля. Сегодня вечером умираю. Нисколько не боюсь. Первое мая. Ночью, когда я вернулся к жизни, меня ожидал сюрприз. Я воскрес совершенно голый. Временная смерть, как теперь принято говорить, застала меня врасплох. На ногах. Такая же история произошла и с гостями художника Рондо, с той только разницей, что он пригласил на огонию человек десять, а среди них были и женщины. Воображаю. В этом году май восхитителен как никогда. Обидно будет лишиться пятнадцати дней. Пятое мая. Я и в предыдущем отрезке жизни почувствовал, что между привилегированными и бесполезными назревает конфликт. Теперь это больше не подлежит сомнению. Недовольство час от часа усиливается. Основная причина – обоюдная зависть. Зависть, легко объяснимая у людей, которым отпускают жизнь по талонам. Меня нисколько не удивит, если недовольство выльется в непримиримую ненависть. Убежден, что привилегированные, в свою очередь, завидуют нам, считая нас участниками великой мистерии, людьми, познавшими тайну небытия. Временная смерть представляется им своего рода каникулами, тогда как они по-прежнему влачат свои цепи. Вот отчего они становятся сварливыми, впадают в пессимизм. Напротив, в нас, быстротечной жизни, необходимость подчиняться новому ритму, поддерживают бодрость. Все это пришло мне в голову, когда я завтракал с Малефруа. Холодно иронизируя, а порой переходя в наступление, он то сожалел о моей судьбе, то подчеркивал свои преимущества, как бы стараясь убедить в них самого себя. Так обращаются с другом, принадлежащим к лагерю противника. Восьмое мое. Утром ко мне пожаловал какой-то субъект и предложил талоны на жизнь по двести франков за штуку. Хотел сбыть мне пятьдесят талонов. Без церемонии выставил его за дверь. Только благодаря ширине своих плеч он не заработал пинка в зад. Десятое мое. Четыре дня тому назад Рокантон третий раз погрузился в небытие. Люсетты не видел. Но до меня дошли слухи, что она спуталась с каким-то хлипким белобрысым юнцом. Представляю себе этого хлыща, сосунка из породы свинг. Что ж, умываю руки. Крошка никогда не отличалась вкусом. Я знал это и раньше. Двенадцатое мое. Торговля талонами на черном рынке процветает вовсю. Спекулянты ходят по квартирам и уговаривают бедняков продавать свою жизнь. Старики рабочие, вынужденные существовать на скудную пенсию, женщины, мужья которых арестованы, легко попадаются на удочку. Цена талонов достигла 200-250 франков. Вероятно, это предел. Основные потребители талонов богачи или хотя бы люди с достатком, а их, что ни говори, меньше, чем бедняков. Кроме того, не всякому совесть позволит обращаться с жизнью человека как с предметом купли-продажи. Я, во всяком случае, не пойду на это. Четырнадцатое мое. Госпожа Дюмон потеряла свои талоны. Что за невезение? Новые выдадут не раньше, чем месяца через два. Госпожа Дюмон обвиняет мужа, говорит, будто он спрятал талоны, чтобы избавиться от нее. Не думаю, чтобы Дюмон был таким злодеем. Весна в этом году восхитительно, как никогда. Обидно умирать послезавтра. Шестнадцатое мое. Вчера обедал у баронессы Клим. В числе приглашенных был мансиньор де Лабони. Из всех нас он единственный, живет без перерывов. Разговор зашел о черном рынке, о спекуляции талонами. Я резко осудил эту постыдную торговлю. Был, как нельзя, более искренен. Не отрицаю. Мне хотелось произвести выгодное впечатление на епископа. Он располагает несколькими голосами в академии. Мансиньор улыбнулся мне с такой добротой, словно выслушал исповедь юного богослужителя, проникнутого апостольским рвением. Заговорили о другом. После обеда в гостиной баронесса вновь принялась докучать мне черным рынком и ценами на жизнь. Она доказывала, что я призван играть видную роль в обществе, что человек большого и неоспоримого литературного таланта обязан отличаться широтой взглядов и, продлив себе жизнь, посвятить ее благу Отечества при умножении духовных богатств. Заметив, что я в нерешительности, баронесса вынесла наш спор на суд гостей. Все они единодушно посмеялись над моими сомнениями и ложной чувствительностью. Тогда спросили мнение мансиньора. Он ограничился притчей, полной глубокого смысла. У трудолюбивого землепашца было мало земли. Соседи его свою землю оставляли в залеж. Откупив часть нивы у нерадивых соседей, наш трудолюбивый землепашец обработал ее, засеял, собрал богатую жатву, коей поделился со своими ближними. Я позволил блестящему обществу уговорить себя, и наутро, убежденный в своей правоте, приобрел пять талонов. Чтобы недаром прожить эти дополнительные дни, удалюсь в деревню, где, не покладая рук, буду работать над своей книгой. Двадцатое мая. Вот уже четыре дня, как я в Нормандии. Не считая кратких прогулок, все время посвящаю работе. Декрет о жизни почти не затронул крестьян. Даже старики получили по двадцать пять дней в месяц. Чтобы закончить главу, мне понадобился дополнительный день, и я попросил старого крестьянина уступить мне талон. Он полюбопытствовал, каковы парижские цены. Я сказал, что там талон продают по двести франков. «Вы что, смеетесь надо мною?» — воскликнул он. «У нас свинья стоит дороже!» Сделка не состоялась. «Завтра после обеда вернусь в Париж. Хочу умереть в своей кровати». Третье июня. Вот так приключения! Поезд опоздал, временная смерть застигла меня, когда мы подъезжали к Парижу. Я вернулся к жизни в том же купе. Увы, на Гишом. Но вагон уже стоял на запасном пути в Нанте. Сколько неприятностей! Сколько хлопот! Я до сих пор болен. По счастью, ехал с приятелем, который отправил мою одежду домой. Четвёртое июня. Встретил Мелину Боден, актрису из Арго. Она рассказала мне невероятную историю. Поклонники Мелины во что бы то ни стало хотели отдать ей часть своей жизни. И Мелина к пятнадцатому мая стала обладательницей двадцати одного талона. Она утверждает, что использовала все талоны. Иначе говоря, прожила в этом месяце тридцать шесть дней. Пришлось отделаться шуткой. Месяц мая, который в угоду вам удлинился на пять дней, поистине галантный месяц. Мелина была возмущена моим скептицизмом. Подозреваю, что у неё слегка помытился рассудок. Одиннадцатое июня. Драма у Ракантонов. Только сегодня узнал об этом. Пятнадцатого мая. Люсетта принимала своего Белобрысова. Ровно в полночь оба погрузились в небытие. Они вернулись к жизни в той же кровати, но не одни. Между ними лежал воскреш и Ракантон. Люсетта и блондинчик сделали вид, что незнакомы, однако Ракантон считает это маловероятным. Двенадцатое июня. Стоимость талонов достигла астрономических цифр. Их не купишь дешевле, чем по пятьсот франков за штуку. Видимо, бедняки стали больше дорожить жизнью, а богачи и подавно. В начале месяца купил десять талонов по двести франков, а на завтра получил письмо от дядюшки Пьера из Орлеана. В нём лежали ещё девять талонов. У бедняги припадок ревматизма, и он решил дождаться облегчения в небытии. Итак, я обладатель девятнадцати талонов. В месяце тридцать дней. У меня пять лишних. Легко смогу их продать. Пятнадцатое июня. Меня навестил Малифруа. Он в отличном настроении. То, что люди платят огромные деньги за право жить, как он, полный месяц, вернуло ему утраченный оптимизм. Наконец-то до него дошло, что судьба привилегированных достойна зависти. Двадцатое июня. Работаю, не покладая рук. Если верить молве, Мелина Боден вовсе не сумасшедшая. Есть и другие люди, которые воображают, что прожили в мае больше, чем тридцать один день. Несколько человек говорили мне об этом. Всегда найдутся простаки, готовые верить подобным небылицам. Двадцать второе июня. Желая отомстителю Сетти, Рокантон пошёл на чёрный рынок и купил талонов на десять тысяч франков. Для себя одного. Его жена вот уже десять дней в небытии. Кажется, Рокантон раскаивается в своей жестокости. Одиночество гнетёт его. Он так осунулся, что сам на себя не похож. Двадцать седьмое июня. Басня о том, что для некоторых избранников месяц мая продлён, подтверждается. Лавердон, человек, заслуживающий доверия, убеждал меня, что в мае лично он прожил тридцать пять дней. Опасаюсь, что паёк на жизнь сведёт всех с ума. Двадцать восьмое июня. Надо признать, что понятие времени ещё не исследовано до конца. Сущая головоломка. Вчера утром купил газету. Она была датирована тридцать первым июня. Значит, в июне тридцать один день. Продавщица, которую я знаю много лет, смотрит на меня с недоумением. Просматриваю газетные заголовки. Господин Черчилль отбывает в Нью-Йорк между тридцать девятым и сорок пятым июня. А на улице слышу, как один прохожий говорит другому «Я должен быть в Орлеане не позже тридцать седьмого числа». Иду дальше. Встречаю Бонреважа. Глаза его блуждают. Он поделился со мной своими тревогами. Я постарался ободрить его. Ничего не поделаешь. К концу дня сделал ценное наблюдение. Те, кто живёт не по талонам, не подозревают, что течение времени нарушено, а люди, сбитые с толку подобно мне, поверили россказням о продлении июня. Малифруа, с которым я поделился своими сомнениями, не понял ничего и решил, что я попросту свихнулся. Но что мне теперь до этих отвлечённых мудрствований? Со вчерашнего вечера влюблён. Отчаянно влюблён. Познакомился с ней у Малифруа. Любовь с первого взгляда. О, несравненная Лиза! Тридцать четвёртое июня. Видел Элизу вчера и сегодня. Именно о такой женщине я мечтал всю жизнь. Мы обручились. Завтра она на три недели уезжает в неоккупированную зону. Решили повенчаться, когда Элиза вернётся. Я слишком счастлив, чтобы беседовать об этом с дневником. Тридцать пятое июня. Проводил Элизу на вокзал. Садясь в поезд, она сказала. Я приложу все усилия, чтобы вернуться не позже шестидесятого июня. Поразмыслив над её обещанием, встревожился. Ведь я сегодня истратил последний талон. Какое число будет у меня завтра? Первое июля. Люди, с которыми я заговариваю о тридцать пятом июня, не понимают меня. Эти пять добавочных дней прошли мимо их сознания. По счастью, есть и такие, которые прожили эти дни и в курсе дела. Как занятно. У меня вчера было тридцать пятое июня, а у них тридцать второе или сорок третье. В ресторане встретил человека, который дожил до шестьдесят шестого июня. Видимо, у него был неплохой запас талонов. Второе июля. Будучи уверен, что Элиза в отъезде, не напоминал ей о себе. Но какое-то смутное беспокойство все же заставило меня позвонить ей. Элиза заявила, что знать меня не знает и никогда не видела. Я пытался доказать ей, что она провела со мной упоительные дни. Пусть она не сомневается в этом. Мои слова ее позабавили, но не убедили. Элиза согласилась встретиться со мной в четверг. Я смертельно встревожен. Четвертое июля. Все газеты полны аферой с талонами. Это самый крупный скандал в нынешнем сезоне. Состоятельные люди скупали талоны в огромном количестве, и благодаря этому экономия продуктов сведена к нулю. Некоторые случаи вызывают законное негодование. Говорят, что мультимиллионер Мосье Ваде с 30 июня до 1 июля прожил тысячу девятьсот шестьдесят семь дней и того. Пять лет и четыре месяца. Сущая безделица. Беседовал с известным философом Ивом Мироно. Он объяснил мне, что каждый индивидуум живет миллиарды лет, но в этой бесконечности сознание запечатлевает лишь отрывочные, чередующиеся видения, из которых складывается жизнь человека. Он высказал еще много тонких соображений, но я не понял их. Правда, голова моя была занята другим. Завтра увижу Элизу. Пятое июля. Видел Элизу. Увы, все потеряно. Мне не на что надеяться. Она не усомнилась в искренности моих слов. Я так взывал к ее памяти, что растрогал ее. Однако мне не удалось разбудить в Элизе ни ответной нежности, ни прежнего влечения. Напрасное красноречие. Подозреваю, что она предпочла Малифруа. Неужели вспышка страсти, овладевшая нами в памятный вечер 31 июня, только случайная, минутная прихоть? Где же оно, родство душ? Жестоко страдаю. Надеюсь, из этого страдания родится книга, которая сделает меня богатым. 6 июля Новый декрет. Талоны на жизнь отменены. Но мне все равно. Марсель Эмэ. Талоны на жизнь. Рассказ читал Олег Булдаков. Рассказ читал Олег Булдаков.